В первую очередь, разрешите поблагодарить организаторов конференции за замечательную возможность представить результаты собственных исследований. Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагаются результаты реализации скрининга ракомолочной железы, маммографического скрининга в условиях отдельного субъекта федерации в Западной Сибири. Прежде всего, разрешите напомнить о трех этапах в процессе развития опухоли. Первый этап – это когда опухоль невозможно выявить, она уже есть, но у нее нет клинических проявлений, и ее невозможно выявить какими-либо методами обследования. Следующий этап – это доклинический этап, на котором опухоль уже возможно выявить при скрининге. И здесь этот этап называется «соджерн тайм», и здесь мы должны помнить о понятии «время опережения». Это как раз тот запас времени, когда опухоль мы выявили на доклинической стадии, и мы опережаем болезнь доклинических проявлений – «лип тайм» и клинически выявляемая опухоль. Разрешите напомнить, что скрининг – это обследование здоровых групп населения, профилактическое обследование, регулярное, с одной целью – это выявление ранних стадий заболевания. В чем польза ранней диагностики? В первую очередь, касательно рака молочной железы, это позволяет использовать менее агрессивные методы лечения. Лечение занимает более короткий срок, возможность проведения органно-сохранных операций, и более быстрое возвращение пациента к нормальной жизни и к работе, что в целом с менее дорогостоящим в сравнении с лечением поздних стадий заболевания обеспечивает экономический эффект от реализации скрининговых мероприятий. Доказанным фактором является то, что заболевание, которое диагностировано при условии обязательного адекватного лечения, характеризуется лучшим прогнозом, более продолжительной общей и безрецидивной выживаемостью. И именно за счет диагностики ранних стадий доказано, что скрининг способствует снижению смертности от рака молочной железы. И в свете предыдущего доклада в большей степени как стороннику, чем противнику скрининга, разрешите мне остановиться буквально в нескольких слайдах на определенных достаточно важных моментах. Первое – это различия в показателе снижения смертности от рака молочной железы в результате внедрения скрининга. Цифры варьируют от нескольких процентов до 38-40% в разных рандомизированных исследованиях. Второй момент – это значительное отличие от показателя количества женщин, которые необходимо обследовать для того, чтобы спасти одну жизнь от рака молочной железы. Цифра также варьирует практически в 20 раз и, соответственно, меняет экономические эффекты, сам смысл скрининга. И наиболее дискутируемый момент – это гипердиагностика. Позволю себе еще раз напомнить, что это выявление в процессе скрининга опухолей на доклинической стадии, которые, если бы мы не внедряли скрининг, не были бы диагностированы и, в принципе, не явились бы причиной смерти женщины и не перешли бы в клиническую форму заболевания. Касательно первого момента, на анализ, на то, чтобы получить грамотный ответ, если мы смотрим на разные исследования с разными результатами, существует понятие метаанализа. Когда мы объединяем исследование, производим ряд статистических моментов, мероприятий, и один из последних метаанализов, один из последних был выполнен группой независимых ученых Великобритании. Это панель экспертов по маммографическому скринингу. Они объединили классические скрининговые исследования и получили 20-процентное снижение смертности от рака молочной железы в результате реализации скрининга. Еще один момент, который, конечно, не умаляет заслуг развития адювантной системной терапии, но в то же время говорит, безусловно, в пользу ранней диагностики и лучшего прогноза для таких пациенток. Это разница выживаемости у женщин, у которых заболевание выявлено в стадии Н0, то есть без метастазов лимфоузлы, и в стадии Н+. И здесь, безусловно, преимущество у женщин, у которых заболевание выявлено на более ранней стадии. Здесь представлен анализ, который охватывает период в Великобритании с 1998 по 2003 год, в принципе, это год с достаточно бурным развитием адювантной системной терапии. И здесь бы, наверное, если бы был достаточно серьезный вклад лечения в выживаемость, а именно касательно женщин, у которых задействованы лимфатические узлы в заболевании, мы бы, наверное, не увидели столь достаточно серьезной разницы в прогнозе. Еще один момент касательно количества женщин, которых необходимо обследовать для того, чтобы спасти одну жизнь от рака молочной железы. Достаточно простым приемом, помещением в одну таблицу столь разнородных исследований, мы получаем, в принципе, ответ на вопрос, почему же расхождения практически в 20 могут быть, от 2000 до 100 человек. Разные показатели учитываются. Понятие «инвайтед» — это приглашенный на скрининг, не подразумевает, что женщина точно пришла и прошла обследование. И понятие «скрининг» — женщины, которые действительно были подвергнуты маммографическому исследованию. И здесь мы видим, что в исследовании, где учитывался показатель «инвайтед», конечно, цифра женщин, которые были приглашены для того, чтобы спасти одну жизнь, она достаточно велика. Если же учитывается количество женщин, которые действительно прошли маммографическое исследование, цифра не превышает 180. И, наконец, гипердиагностика. В принципе, здесь, наверное, в зависимости от того, в какой группе находится исследователь, противников, сторонников скрининга, по публикациям этот показатель варьирует от 0 до 50%. И здесь есть некоторые особенности, которые также были выявлены панелью независимых экспертов Великобритании по анализу маммографического скрининга. Первое. При расчете показателя на основе роста заболеваемости при внедрении скрининга обязательно необходимо принимать во внимание подлежащий тренд. То есть на территории, скажем, в России у нас нет обширной скрининговой программы, но мы наблюдаем рост заболеваемости рака молочной железы. Если мы внедряем скрининг, то только вот добавочный рост заболеваемости мы можем соотносить на роль скрининга, а не полностью вот этот вот, скажем так, рост в сравнении с прескрининговым периодом. Следующий момент. Учет лид-тайм. Это продолжительность доклинического периода для опухоли. Необходимо для разделения собственной гипердиагностики и ранней доклинической диагностики, что является целью скрининга. Это говорит о том, что в исследованиях необходимо для женщин, которые находятся в контрольной группе и не подвергаются скринингу, продлевать период наблюдения как минимум лет на пять, для того, чтобы опухоли, которые мы бы могли выявить во время скрининга, достигли клинической стадии. И, наверное, самый важный с точки зрения клиницистов момент, почему мы не можем сказать, гипердиагностикой или нет. На сегодняшний день у нас нет четких критериев, которые позволили бы нам при выявлении опухоли на доклинической стадии, например, опухоль 7 мм, инвазивный рак, у нас нет критериев для того, чтобы сказать женщине, нужно ей лечиться или не нужно. И это же касается и рака инситу. Поэтому мы не имеем права на сегодняшний день рекомендовать наблюдение и не можем пока разделить действительно раннюю диагностику от гипердиагностики. Возможным выходом здесь явилось бы исследование, не совсем, наверное, с этической точки зрения приемлемое, если бы мы могли наблюдать группу женщин, которые не подвергались скринингу, ну, как бы до завершения жизни, и затем посмертно проводить патоморфологический анализ молочных желез. Для того, чтобы посмотреть, имеется ли инвазивный рак или рак инситу, тот, который, в принципе, не выявлялся в ходе скрининга, и он так и не спрогрессировал до опасного заболевания. И теперь позвольте немного поменять тему, перейти к нашему региональному опыту. Хантамансийский автономный округ – самостоятельный субъект Российской Федерации, расположен в Западной Сибири. Территория характеризуется суровыми климатическими условиями и достаточно большой территорией, и низкой плотностью населения, что, конечно, накладывает свои отпечатки на реализацию скрининга. На сегодняшний день в регионе проводится несколько скрининговых программ. Наиболее продолжительный опыт – это маммографический скрининг. Если мы берем структуру заболеваемости женщин, злокачественным образованием имеется в виду впервые выявленные в течение года, то в течение последних трех лет практически каждая четвертая женщина – это женщина с выявленной опухолью в молочной железе. То есть стойко держит первое место. В структуре общей заболеваемости борьба за первенство идет у нас с раком легкого. Перед 2006 годом, 2005-2004, в округ было закуплено достаточно большое количество маммографического оборудования, поэтому Департамент здравоохранения достаточно благодушно встретил предложение разработать и внедрить скрининговую программу по ранней диагностике рака молочной железы, что и было сделано в феврале 2007 года. Стратегия скрининга. Целевое население – это женщины в возрасте старше 40 лет, интервал раз в два года, обязательно при каждом раунде две проекции, касая прямая, и заключение дается одним врачом-рентгенологом. Достаточно стандартный алгоритм. У нас задействовано достаточно серьезное первичное звено, акушерки смотровых кабинетов, врачи общей практики, гинекологи, врачи, работающие на профосмотрах, дают направление женщинам на маммографию, если в течение последних двух лет она ее не проходила, и возраст ее старше 40 лет. В зависимости от того, какой результат обследования, соответствующая тактика. Исключение по диффузным изменениям составляют женщины старше 50 лет, с высокой рентгенологической плотностью молочных желез, поскольку на сегодня это доказанный фактор риска. Таким женщинам мы рекомендуем пройти УЗИ молочных желез. МРТ, к сожалению, в массовом варианте, как это на сегодняшний день приветствуется, в развитых европейских странах мы себе позволить не можем. Если выявляется доброкачественная очаговая патология, естественно, мы подтверждаем это с помощью УЗИ. При подозрении на рак или явных признаках рака, в обязательном порядке консультации онкологов и полный арсенал диагностических мероприятий для того, чтобы диагноз снять или верифицировать. Мы регулярно, ежегодно, с начала внедрения скрининга оцениваем ряд показателей. Охват скринингом, выявляемость на тысячу населения, выявляемость ранних стадий, чувствительность скринингового теста для первого раунда и доля повторных вызовов. В качестве результатов в самом начале оценки любого скринингового исследования всегда оценивается заболеваемость в соответствующей возрастной группе. В течение периода исследования мы наблюдаем рост заболеваемости, более достоверный для группы женщин старше 50 лет. В то же время мы наблюдаем достоверное снижение смертности от рака молочной железы. Всего на конец 2012 года было обследовано почти 250 тысяч женщин. Подавляющее большинство прошли мамографию впервые. За 2013 год мы предполагаем, что обследовано не менее 50 тысяч женщин. И охват скрининговой мамографии за раунд, то есть за два года в течение последних двух раундов, составляет 30-32%. Конечно, это практически 2,5 раза ниже, чем желаемые 70. Здесь свои территориальные особенности климатически накладывают отпечаток. Показатель выявляемости 2,7 на 100 обследованных 624 женщины. Чувствительность скрининговой мамографии достаточная 80%, и доля повторных вызовов не превышает 10%. Здесь то же самое все в графическом исполнении. Анализ больных по стадиям и по патоморфологическим критериям показал, что в группе женщин старше 50 лет мы наблюдаем достоверное увеличение количества женщин с выявленной первой стадией. Здесь идут как скрининговые, так и симптоматические пациенты. И снижение четвертой стадии заболевания. И относительное снижение количества женщин, у которых заболевание выявлено с опухолью более 2 см, то есть на стадии Т2+. В рамках исследования при поддержке ЭСМА Гранта в сотрудничестве с Институтом Волсона под руководством профессора Стивена Дайфи мы занимались прогнозированием смертности на территории округа. Предварительные, естественно, результаты, поскольку срок наблюдения небольшой. Мы анализировали данные по смертности, абсолютные цифры, и данные по выявленным позитивным и негативным лимфатическим узлам. В целом было отмечено, что фактически абсолютное количество пациенток, у которых выявлена опухоль в стадии Н+, на 13% меньше, чем рассчитанное статистически ожидаемое. Статистически она рассчитывалась в соответствии с трендом в предскрининговый период. Базируясь на результатах рандомизированных исследований, мы предполагаем к 2015-2016 году аналогичное снижение смертности от рака молочной железы именно за счет выживаемости вот этих женщин, у которых выявлено заболевание в стадии Н0. И, естественно, при росте показателя охвата скринингом мы получим лучшие показатели в плане снижения смертности. В завершении разрешите выразить благодарность органам власти, поддерживающим реализацию скрининга Константинской государственной медицинской академии, научная поддержка, окружному канцер-регистру за регулярное предоставление информации. Это кропотливый труд собрать информацию из 22 муниципальных образований ЭСМА, Европейскому онкологическому обществу, за грант, данный в 2009 году, и давший возможность работать под руководством двух уважаемых британских коллег, в частности, профессора Стивена Даффи. Спасибо за внимание.